Добрый вечер. В эфире открытая студия на портале iWatch. С вами Светлана Исаева. Сегодня мы начинаем игровой проект и мы играем в мафию. Ребята, спасибо, что вы пришли. Лица у всех криминальная, поэтому сегодня будет сложно. Начинаем с того, что я раздаю карточки от нашей студии, специальные карточки. У нас правила такие. Сейчас будет одна мафия, три-четыре мирных жителя, но один из мирных жителей не просто мирных жителей, он маньяк. Он после мафии просыпается ночью и может лишать права голоса на дневное голосование кого-то из обычных жителей. Поэтому у нас город очень криминальный и опасный, и я предлагаю начинать. Выбирайте любую карточку, не подглядываем. Тот, у кого на карточке еще будет посторонний, посторонняя наклейка желтая, тот маньяк. Мы получили свои карточки. Тайно смотрим, кто есть кто. Все поняли, с кем имеют дело. Лица ничего не дают. Наступило утро, все бодрые, у всех хорошее настроение, все проснулись. Мафия тоже проснулся. Он профессионал, он на себя не выдал ни единым мускулом. Сейчас на всех вас смотрю, ни по кому нельзя прочитать, кто же нас коварный. Поэтому приходится обсуждать. Как вы считаете, кто из вас является тем самым убийцей, который совершает свое его влияние ночью? Я предлагаю начать обсуждение. Получилось, что ли? Давайте начнем. Давайте начнем. Так, ладно, ребят, признавайтесь, то мафия и все. Да. Нет. Ты мафия? Да, прошу понять и прости. Ты мафия, Валь? Да вы что их делаете? Нет, конечно. Это ты мафия. Я считаю, что это Лиза. А ты мафия? А ты мафия? Вот это провокация. А почему так? Я не знаю. Лиза, ты мафия? Я не мафия. Я думал, что это мафия. Я не мафия. Я не мафия. Я не мафия. Я не мафия. Где же мы? Честно, была попытка у убийцы признаться, он не признался. Поэтому сейчас пытаемся вычислить, кто же этот человек. Наверное, я сейчас скажу, но это будет как оплата. Лена мафия. Почему мафия-то аргументирует? Она такая хитная сидит. Вот знаете, вот я думаю, или Лена, или Дима. Дима тоже такой сидит. Весь. Весь такой мафия. Да, да, да. Тоже такая красивая мафия. Я думаю, что кто-то из них мафия. Нет, я думаю, что это дело. Лена, потому что я сколько знаю. Ну это мафия. Мафия такая мафия. Сколько я не играл с тобой в мафию? Ты мафия. Ты мафия. Ты мафия. Карта притягиваю. Сейчас в течение минуты вы еще пытаетесь друг друга переубеждать и высказывать. Сейчас минута у вас есть, чтобы просто в порядке. Я думаю, что Лиза. И ты ошибаешься, ты по-серьезски обижаешься. Я мирный житель. Ну как мирный житель? Ну вот, я не знаю. Ну как молча. Ты много так руками разводишь сюда сюда сюда. Я такая по натуре. Я такая по натуре. Заметьте, Полевик развелась у нас с двумя персонажами. Нет. Отсюда у нас вывод. Тихо взгляд отвели от мафии. Да? Нет, просто нет. Я не мафия. Если вы сейчас проголосуете за то, чтобы я ушла, вы сделаете ошибку, вы проиграете. Но мы сейчас не можем говорить. Нет, я вообще говорю, что если вы сейчас будете как-то на меня гнать. Нет, я не думаю, я говорю это бедно. Я не мафия. Я тоже не мафия. Может быть и я представлю. И кто-то рядом с вами, кто-то сидит сейчас среди вас и уже у него в голове есть план убийства. И нагло врешься. А вы еще даже не предполагаете, вы еще даже не можете решить, кто это. И мы начинаем с Ильи. Ты мафия? Нет. Точно не мафия? Точно. Смотри в мои глаза. Илья честными глазами смотрит на Диму. Илья, мы с тебя начинаем. На твой взгляд кто мафия? Ребята, можно именно еще раз? Ваня. Рена. Лиза. Дима. Ваня. Лена, Лиза, Дима. А я думаю, мафия Лиза. И почему ты так решаешь? Чтобы мы поняли, что ты не просто пальцем в небо указал. Почему Лиза? Это серьезное обвинение? Ну я не знаю, у меня какой-то взгляд. Я так и знала. Так, то есть у нас один голос против Лизы. Теперь, Дима, кто на твой взгляд, тот убийца. Я должен сказать, да. Ты обязан сказать, чтобы мы этого владеем. О господи. Кто же, кто же, кто же, кто же мафия? Да. Молитвы не помогут, я думаю. Только твой верный выбор. Я бы, конечно, предполагаю, что мог бы сказать, конечно, Лиза, как я первого сказал. Но... Нет, я поменяю свой выбор и сделаю выбор в пользу Вани. И почему? А? Почему ты решил оклеветать этого мило сидящего молодого человека? Ну, потому что... Почему Ваня? Потому что Ваня и Лена между собой знакомы. Так, и Ваня тут же в чувство в ней опасного конкурента. Да. Который... Он решил убрать этого соперника с первого же раунда. Вот. Поэтому, вот поэтому я подумал, что это Ваня. Угу. И ты меня убедил, Лиза. На твой взгляд, кто тот коварный убийца? Я не знаю, у всех какие хитрые лица. Вот Илья, он сидит такой, вообще молчит, ну, не говорит ничего, наблюдает. Дима... Дима слишком много. Дима очень тоже... Вот это тоже подозрительно, кстати. Вот один человек сидит ниже травы. Да, да, да. А второй... Хуху! Лена тоже хитрющая сидит, не знаю. Ну, я понимаю. Ваня, Ваня все так принимает. Я принимаю, только Ваня. Я, если честно, не знаю. Я всегда открываю. Очень разные люди, очень разные температуры. Свет, ты так подумаешь. Мне сложно сделать. Я думаю, что Дима думает, что мафия я. Не получается, что я ведущая. Да. Точно мафия Света. Кто за Света? Я не знаю. Ничего за сказать. Лена, наверное... Мы позволим Лизе взять на размышления два раунда, пока у нас высказываются другие участники Елены и Иваны. Либо мы не позволим ей такой роскоши. Она только что сказала. Скажем прямо сейчас. Лена. Хорошо. Елена. Теперь уже не знаю. У меня почему-то мнение либо на Ваню, либо на Диму. Почему-то. Я не знаю. Но очень просто к вам хочется опять же. Конечно. Я скажу, Дима. В каком плане вам хочется к вам? На ваш взгляд. Кто все-таки? Она меня хочет залезать. Дима. Почему Дима? Я не знаю, честно. Это мои какие-то выводы. Так же я подумала и на Лизу. Не могу объяснить точно. Женская интуиция. Почему нет? В 90% она работает. Но не в этот раз, честно. Иван. Я сказал, это Лена. И сейчас нас. Она просто хитрая очень. И она, понимаете, тут так задумана. Она сейчас вот сидит такая... Он сейчас меня сольет, да? Ну молодец. Она такая не носит, а потом, когда она начнет убивать. Угу. То есть у нас угли начинают нагреваться. Да. Правда. Под зеленой. Она так начнет убивать, тебя не представляет. Ванечка, я тебе подойду за углом завтра вечером. В какой-нибудь подворотне. Угу. Елена, ваше заключительное слово. Почему не вы? Попробуйте сейчас. У вас есть несколько мгновений, чтобы заставить людей, которые так хладнокровно указали на вас, задуматься, чтобы они поняли, что ошибаются. Ну что я скажу с вами? Не оправдание, конечно, потому что я не мафия. Поэтому советую вам сделать получше. И все-таки не ошибиться будет. Сейчас у нас по результатам голосования должна выбыть Елена. Кто-то сейчас изменил свои решения после такой речи убедительной нашей героини? Если я уйду. Я считаю до пяти. Если сейчас никто из вас не сжалится, не изменит свои решения, то мы сейчас за решетку отправляем Елену. Пять. Свет. Нельзя в первом кану. Благоника вот. Мы в первом кану. Нельзя. Надо засыпать потом, когда убьют. В первом кану мы, так и быть, пощадим нашу Елену. Но я хочу, чтобы ты сейчас поняла, какие подозрения твоя внешность, твое поведение вызывает у твоих. Подумай, с кем ты сидишь и попробуем узнать, кто тот злодей. Наступает ночь. Засыпают все. Все спят крепким сном и даже не знают, что на соседней улице в аптеку за ядом уже пошел один из людей. Один из горожан надел свой черный плащ, черную шляпу. Он вышел из дома, скрипнула дверь и фонарь осветил его лицо. И сейчас мы видим, кто это. он направляется в аптеку, выбирает яд. Он его покупает, возвращается домой. И сегодня он знает уже, кому эта доза будет предначертана. Сейчас он каким-то образом... Последнее размышление. Кто же это может быть? У него еще есть тень сомнения, потому что у него сразу несколько врагов. И поэтому он пытается из них выбрать. И все-таки он решил, что один из врагов более злой. И начнет он с него. Наступает почти рассвет. Мы продолжаем спать. И мирные жители засыпают и тот, кто совершил свое деяние доза уже на столе. И ночью не спится лишь еще одному человеку. Просыпается маньяк. Маньяк весь в своих умыслах. И он сегодня выбирает, кто станет его жертвой. И маньяк ходит, блуждает по городу, смотрит в окна, заглядывает в окна. Он уже находит окно этой жертвы. И кто же эта жертва? Кто эта жертва? Он определился со своим выбором. Маньяк возвращается домой, и все погружаются в сон. Спит мафия. Спят мирные жители. Спят все. Наступает утро. Сегодня проснулись все кроме Ивана. Какая неожиданная вещь. Ничего себе. Твое последнее слово. Как ты считаешь? Почему тебя? Это Лена. Жестоко умеет. Все, теперь точно все подозрения. Понимаю. Это Лена. Это Лена. Это Лена. Это не так. Это Лена. Ты кто? Ну если его убили, то вероятно это мир. Покажи нашего зрителя. Кто ты есть? Маньяк. Пониже опусти, чтобы все разглядели. Мирный житель. То есть вот так безбожно сегодня убили, убили нашего Ивана. Сама то что интересно, что вот сейчас складывается ситуация, что против Иван голосовал не только я. И этот, как говорится, убийца, он еще очень не хитер. То есть кроме Иван голосовал только я. Убийца хитер. Может он поставить меня хочет? Хитер или маньяк. Сегодня маньяк напал на Елизавету. Поэтому Елизавета была вынуждена отправиться в 12 дня в поликлинику, в больницу. И она, к сожалению, не может. Я не могу обсуждать. Выбирать тех, кто же все-таки будет. Кстати, маньяк, он не знает, кто мафия. Поэтому он может охотиться и на мафию. А я могу обсуждать? Ты просто голосовать не могу, да? Обсуждать ты можешь. Обсуждать ты можешь. Вот твое право голоса не учитывается, потому что ты в другом заведении находишься. Ага. Угу. Совершено зверское убийство. Город взбудоражен. И соседи встречаются на базаре. Встречаются также в больнице, в очередях. И у них только одна тема. Кто же мог совершить такое злодеяние? И что же они говорят? Давайте послушаем. Зелена. Очень интересная ситуация складывается. Во-первых, если маньяк напал на Лизу, то он каким-то образом хотел, чтобы она на него не показала, когда мы так будем голосовать. Вот. Не, не мафия. Да. А если мафия убила Ваню, она точно кого-то хотела, либо меня, либо Диню подставить, перепутать наши все мысли. Илья, кто же это может быть? Почему он убрал у Лизы право голоса? И кого я указывала? Ты ее не помню? На тебя или на меня? Да. Интересно. Илья, очень хипчер. Надо сказать, если он запутал даже самых гаварных соседей. Он запутал всех. И меня он хотел поставить в ответ. Да. Он хотел подставить всех. Дима, это вы. Я? Да. Подождите. Кто я? Маньяк. Я маньяк. Я мафия. Маньяк. Я мафия. Маньяк. Я мафия. Маньяк. Не голосую, не голосую. А меня уже все погребли, да? Да. Сегодня состоялись твои эпоха. Нет, последнее слово. Ты можешь говорить людям, у тебя еще нет сорокового дня, и сейчас ты не проявишься. Поэтому ты, твоя душа витает так же над городом, и ты можешь нашептывать призракам какие-то идеи нашим горожанам, и подсказывать, отомстите за меня, говорит Иван. Отомстите за меня. Почему Лена? Аргументируй. Я видел, когда она сегодня ночью ко мне приходила. Ах, я силуэт был отражен твоей кокоской. Нет, я не на том, Ваня. Я масло разливаю на этих на рельсах. Я не этот. Нет, я говорю, что это Лена, потому что, ну, ну, как бы сказать, в принципе, ее могли подставить. И она сейчас может быть мирным жителем. Да-да-да. Потому что у нас их потенциал проявил, прям, очень-таки большие. что ли? Я, дайте, что ли? Илья самый невинный. Илья тихо сидит, да, так, прям, в стороне. Я даю слово высказаться, потому что я не переживайте, я скажу свое слово. Я просто сейчас, чтобы не было, что это ты Магент и Лена. И Лена. Все. У нас осталось, значит, три мирных жителей, один, этот, мафия. И одна мафия. И одна мафия. Так. Страшно жить. Что? Еще и из вас, из трех мирных жителей, еще один маньяк. У меня подозрение падает на тебя, поэтому. Почему? Ну, вот так вот у меня. Хочется мне, я тебя еще в первом раунде хотел заслужить. Нет, ты ошибешься, я тебе отвечаю, я сижу вот так, постоянно, в ночи. Блин, сплю. 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 Елизавета, отвечай, не отвечаю, это не убедительно. Нет, я не мафия. Угу. Вот ты очень хитрая. Я не хитрая. Ты хитрая. Ты еще, видишь, кто ты самый хитрый? Это Лиза. Ой, да господи, голосуйте, пожалуйста, голосуйте. Я вообще не... Призрак вам говорит против плена. Я ничего не буду больше говорить. Вот. Если вы меня сейчас выпилите, вы сделаете ошибку. У вас будет два мирных жителя, два, да, и одна мафия. И все, и конец. И все, и вы проиграете. Многие горожане в этот день не стали прислушиваться к словам призрака, говоря о том, что это просто ветер. А Илья прислушается? Да, я прислушиваюсь. Это Херена молодец. Да, потому что, ну, все совпадает. Как бы она... Он не могла его убить, чтобы он по этому не подошел. То есть мотив. Нет, это глупо было. Здесь как бы два варианта. Вот я указывала на Лену. Ну и я и Лена. И на Диму. И меня решили и право голоса. Да. Значит, я или права, или нас путают. У нас появилась новая логическая цель. Или нас путают. Путают. Думаешь, Лена, да? Конечно, Лена. Ты ее долго знаешь. Я долго знаю, Лену. Это Лена. Это тут ни при чем, если меня долго любят. Да, это тут ни при чем. Нет, я в игре, мы с тобой играли. Ты мафия. Да нет. Уважаемые зрители, как думаете вы? В комментариях вы можете писать, кто, на ваш взгляд, является мафией. Может быть, ваша интуиция вас не подведет. Это Лена. Подскажи, ты это знаешь. Я нет. Я ничего не знаю. Ты тоже спала? Я тоже спала. У меня был самый крепкий сон. Поэтому ведущий вам, по-моему, очень не может. Кто же может быть в убийце и коварно? Да, да, да. Ваня, в следующий раз моргнешь. Коварные подмигивания начались. Я не верю, короче, Дима, тебе и тебе Илья. Я верю. Почему? Мы не могли просто так бросать отвинения. Не знаю про эту ситуацию. У нас слишком напрягонная ситуация за городом. Я тебя вообще прикокошу. Илья молчит. Он хоть и говорит, что я потом выслужусь, когда потом? Я уже выскался. Ну, это не. Ну, да. Да. Почему странное? Я просто, почему я не могу стоить до конца? Да, что ли? Я просто, даже скажи, почему-то не верно. просто нах я просто нахожу его домыслы так сказать и на шептывание логичными хорошо скажи почему ты не могу почему я должна тебе вечер внимательно потому что пускай а я всегда такой вот я хитрый хитрый вот знаете вот знаете еще одно есть у меня психологическое наблюдение всех больше переживают за то чтобы не увидели у них табличку это лена и лиза лиза сидит на ней а лена плотно плотно вот так вот я посмотрел как она держит табличку вот так вот уже сейчас не вас я голосую все равно все таки я думаю что лена она слишком боится и и рассекретить поэтому да вот у меня такого подозрения сейчас упала просто если взять психологию страны психология я по жизни вообще как бы за так сказать стеной да у меня все должно быть крепким надежным похоже в том числе то есть никогда ничего то есть я встану на ноги то я встану и буду держать такую колонну я буду стоять вот так поэтому я прижимаю карту к ноге потому что я не привыкла к вот такому вот а вдруг я сдует вот именно это просто уже моя жизненная позиция но не боязнь не показать убедила тебя елена слишком много людей думают против нее и я подметил то что на карту так держит сейчас и пытаясь всячески от себя отвести какие-то подозрения нет это не я не могу что неправда это тоже не кажется показатель ты хочешь нам показать что ты просто как 10 нет лежит она лежит ну и бог с ним пускай она лежит она и лежит хочет она ее так держать и все я сейчас есть вот у меня свой свой метод был определить мафия вот я им воспользовался понял я напоминаю что мы в прямом эфире горожане в этот день так и не пришли тем не менее самые активные из них собрались на квартире чтобы самостоятельно провести расследование и выяснить кто же это может быть первым высказался и я ну я не меняю свое мнение также думаю что талина и елена затем дмитрий сказал подождите я просто сейчас я тебе сейчас думаю если мы сейчас убираем 1 человек остается 2 мая засыпая мафия 2 до этого остается один человек ты все сейчас этого это выбор лазом у нас остается мы можем просто мы можем просто не голосовать просто засыпать до выборов у нас очень коварный убийца и он сделал так что он убивает в пятницу субботу воскресенье были очень активные то есть мы сейчас никого не убиваем мы сам никого хранительных органов они у нас изумительно работать но в этот раз было исключение и поэтому они решили что маньяк успокоился успокоился и убийца и они займутся этим делом понедельник с этими мыслями и старушки и полицейс маньяк узнал об этом из сводки новостей в газете убийца увидел эту информацию по другим источникам все успокоились кроме убийцы потому что ему нужно делать более оригинальный план чтобы никто не подумал что это он и потому что дважды одним способом не убивает в этих раздумьях наступила ночь заснули все только призрак один носится над город он то видит кто проснулся под покровом ночи в очередной раз только не ари ладно не вдыхай он увидел своего убийцу он понял кто это но за это его лишили права голоса теперь он может просто летать и не может не одним своим мускулом подсказывать мирным жителям кто это тем временем наш убийца отправился на темную темную улицу он выбрал канализационный люк этой ночью через окно он проник своей жертве кто же кто же это было он проникает дом медленно подходит кровати он душит этого человека когда он его задушил то это тело бездыханное он отправляет канализационный люк и плотно закрывает крышкой я вижу все так же как и призрак только в отличие от призрака я могу говорить он пришел домой ложиться спать просыпается маньяк ему не спокойно он вновь выглядывать свою жертву кто же это может быть на кого сегодня напасть он долго ходит по улицам ищет прохожих кто бы мог не закрыть окно и в эту ночь окно не закрыла кто не закрыл окном окно у нас оказалось открытым бедный бедный горожанин какое коварное нападение ладно мы оставляем кстати он даже не проснулся удивительно возвращается домой все засыпают но так как маньяк тоже праздновал пятницу он не настолько сильно надругался скажем так над этим телом и человек у человека не было потребности отправляться в больницу он просто ему просто стыдно наступает утро просыпаются все кроме я так и знала я я хочу сказать это полюбому илья ты меня убил да вот что это за такое я не знаю отвести подозрение вот вспомните короче это да кто ж я-то я-то она говорила прошла я защитила лен у нас осталось всего два мирных жителя и один мафиози вот я хочу сказать в общем или лена дурочка или нет если она мафия то она бы не стала меня убивать потому что я прикрывала ее правильно значит это не лена конечно ей будет не выгодно было я бы продолжала мне кажется прикрывать так что это кто-то из многих но кто у вас очень мало шансов на но кто вернее шансов много но если вы сейчас ошибетесь с выбором это будет ошибка ровно то есть и не думаю что это лена нет натянуты за против кого первый раз я склонялась говорю я хочу к диме и к илье я кому-то из них видно подошла близко может таким способом лена хотела всех запутать это лена в городе начинается обсуждение и знаете что сейчас такая ситуация складывается вот я здесь то есть еще мирный житель пока что я как мирный житель района вот сейчас вот моего выбора встает момент если я лена я выбираю либо проигрываем либо выигрываем лена почему илья потому что действительно лиза была права на кому-то близко подобралась а подогласна к илье уже у меня голоса лишили еще и и решили но голоса лишили опять же ты голосовал тогда против кого и против или но он значит машин маньяк да кстати точно были такие логические цепи иногда рвутся горожане в панике потому что призраки призраки рвут и мечут но право голоса есть только у одного из них тот который все видел кто посмотрел в глаза своего если он не может ничего сказать не делим жестом выдать себя и поэтому он просто летает и пытается как-то добавляет что вы интересно ситуация складывается ситуации у вас очень интересные опасные дима я могу да нет как же бы сейчас и у нас осталось внутри человека сейчас сидящий рядом кто-то из вас маньяк блин кто-то из вас мафия и вы с такими светлыми лицами продолжаете таким взглядом открытым смотреть друг на друга собрались я никто не ваня собрались очень опытные мафиози у нас собрались очень мощные криминальные структуры вычислить будет непросто не просто будет и прийти к единому мнению кто же это тоже этот счастливчик я не счастливчик в общем пора принимать решение такое лена ты кого хочешь возьми теперь я хочу давай я тоже против не у нас неожиданное согласие возникло среди города горожане вдруг в какой-то момент те соседки которые друг друга никогда на кого-то подожди света как вам может быть подозрительно если ты мафия и мы сейчас и уберем илью то ты меня ночью хлопнешь и ты выигрыш соответственно я тебе верю ты даже не хлопнет сразу покажет карту 100 и помер она победила до от выбора от выбора вашего сейчас зависит много поэтому у вас есть последние последняя возможность сказать почему вы не мафия начинаем с елены елена почему ты не мафия ну как бы я даже не знаю честно социально реально я не мафия потому что во первых первый шаг мой был бы абсолютно глупо у меня он поставил бы полностью и целиком то есть об этом не сделала к этой ну и соответственно как подскочки если вы шаг не делать это я не мафия второго шага быть не должно но потому что я не мафия этого недостаточно не нужно не мафия честно вам говорю иначе бы иначе бы я бы не путался в своих вариантах как говорится не реально хочется вычислить мафию и реально бывает что склоняюсь либо к одному либо другом поэтому говоря сейчас нахожусь между двух огней не знаю то чего не знаю у меня большую часть игры было предположение что это лена или лиза на лизы нет или я так и слинили раньше я тихо сидел что тихо маму те черти водятся есть такая поговорка а в этом в этом в этой ситуации не черти а мафия водится все так чисто без следов дмитрий на комах и ты с большей степенью склоняешься почему дима в раздумьях тогда сейчас мы спрашиваем почему ты внимания наверно потому что я не мафия и я просто сплю свои кровати не на ночью ты также мне говорю да у него все да и потому что у меня мотивов просто нет вот допустим лена она могла просто убить лизу извиняюсь что вы не забыли просто чтобы отвести подозрения я спокойно сижу пытаюсь вычислить так же как и дима дима мафию вы все сейчас были очень убедительны каждый из вас привел железные аргументы у каждого из вас есть алиби каждый нашел соседа который подтвердил что да он у меня занимал в это время картошку в эту ночь он горел свет и я знала что он был дома убийца коварен тем не менее сейчас горожане собрались чтобы выяснить кто же убийца и они дали следующие ответы елена дима дима сморщил свое в знак протеста и тем не менее он сказал я думаю что илья и илья на кого склоняешься ты почему дима подозрительно на меня стал сливать меня сливать тебя я свое оправдание сказать что блин я я очень прислушивался когда я спал я очень чуть каплю каждый шорох слышу каждое какое-то движение поэтому я где-то я слышал с той стороны какие-то ненужные шорохи и движения поэтому вот еще один момент по которому я все-таки ну да и так у нас на данный момент решетка почти закрылась на дмитрий но у вас есть пять секунд чтобы остановить полицейских сказать им еще может сейчас убийца признаться сейчас в течение пяти секунд у вас есть возможность изменить свое мнение и выдрать дима дима и зла заключен незаключенных полицейских 5 4 3 2 1 подождите сказал дмитрий а что она скажет маньяк он за ночью просыпался или нет ночью он просыпался да но он никого не лишил права голоса поскольку он не так энергичен был как предшествующий ночью и он не настолько сильно навредил полицейские утешите забирают дмитрия дмитрий очень отчаянно пытался сказать что это не я господа мафия выиграла илья еще раз покажи свою карточку тот человек который сегодня получал вот этот человек который сначала отравил ядом своего соседа следующей ночи он в канализационный люк маньяк-то я специально его лишь у права голоса я был маньяком я лишил его права голоса почему ты его не остановила она решила так чё ты делала мы решили обалдеть ты наружу мы не нарушили правила мы сейчас чтобы у нас было хотя бы три же в этот раз не у вас была возможность выбрать другого человека аргументы были все красноручивы поэтому в этот раз победила мафия поздравляю господа вы это была открытая студия на портале а его сейчас мы узнаем за кого же все-таки голосовали вы кто по вашему мнению все-таки был мафии узнаем ошибались вы или нет это был игровой проект смотрите нас онлайн играйте с нами всего вам доброго и до новых встреч вот это артистизм не говоря ни слова мафии сик замучили запутать все это что же